Приветствую всех аудиолюбителей! Люблю хорошие наушники на обзорах, потому что приятно говорить хорошие вещи, приятно хвалить. И поэтому, когда какие-то хорошие наушники попадаются на обзор, улыбка до ушей. Сегодня, друзья мои, у нас сливу SLT 6. Почему 6? Потому что 6 драйверов в этих наушниках. Ну, естественно, в каждом. На 2 наушника 12 драйверов. И драйвера здесь непростые. От Sonyon сразу ставим лайк до Naus. В общем, сейчас быстрая распаковка, а потом поговорим об их звучании. Коробка со сливушками максимально простая. Спереди ничего нет, сзади в принципе тоже. Кто-то скажет, что пожалели красок, а я скажу, что гениальность в этой простоте имеется. В белой коробке есть черная коробка, а в черной коробке пергамент, инструкция. И вот такая вот кожаная чихуя. Давайте ее откроем и посмотрим, что внутри. А внутри лежит сменный коннектор. На самом деле он изначально надет на наушники 3.5 и здесь лежит 4.4 балансные, но я поменял их местами. Также в комплекте идет несколько пар разномастных недорогих амбишурок. Две пенки, непонятно вообще они здесь зачем нужны. И дешевенькие амбишечки. Как видите, комплектация довольно простая, но все-таки она есть. Кабель. Как и на прошлых моделях, кабель великолепный. Кабель шикарный, кабель классный. Он умеренно мягкий, умеренно упругий, умеренно жесткий. То есть кабеля никаких претензий по его тактильности нет. Да, хотелось бы, чтобы здесь, наверное, все-таки он был чуть-чуть более податливым. Вот именно в этой части после разветвителя. Но вот в нижней части, где он свит в одно такое целое, к нему вообще ноль претензий. Переходник меняется просто. Вынимаем и по направляющей вставляем. Можете посмотреть на кабелек поближе, он имеет симпатичное плетение. Посеребряная медь и сменные коннекторы. А вот и сами наушники. Да-да, та самая красота от Myer Audio. Гляньте, фейсплейты сделаны из какого-то дерева. Из какого дерева на сайте производителя не уточняется. Но то, что это деревянная порода, это видно. Закатали все это в пластик. Как называется, гипоаллергенная медицинская смола. Вот это все называют. Но здесь видно, что здесь дерево проходит. Что это такое, непонятно. То ли это серебро какое-то нанесено. Покрытие посеребряное. То ли еще что-то. Ну, в общем, серебряночка есть. И это добавляет симпатичности наушникам. В звуководах установлена сетка. Наушники из такого полупрозрачного пластика можно увидеть расположение драйверов при определенном освещении. И здесь, на задней стороне, есть те самые переключатели. Которые регулируют бас и верхние частоты. Вот можете посмотреть еще раз. Вроде теперь телефон сфокусировался. И видно ту самую текстуру дерева. Слива SLT6. Наушники с великолепной настройкой. Две балансные арматуры на низких частотах от Sonium. Две балансных арматуры на средних частотах от Sonium. Две балансных арматуры на верхних частотах от Nauz. Частотная характеристика 20 Гц 20 кГц. Чувствительность 113 дБ. Сопротивление 50 Ом. Кабель. Посеребряная медь. Сменные коннекторы 3,5 мм. И 4,4 мм. Балансный. Тестовый стенд. FIO K9 Pro ESS. FIO M23. Амбишуры Terai Clarian. Переключатели тюнинга наушников тестировал в разных вариациях. Но наиболее сбалансированная и оптимальная настройка по умолчанию. До прогрева я ощущал немного ярковатые ВЧ, но спустя несколько часов наработки звук на верхних частотах стабилизировался и стал идеально подходящим для этой звуковой сигнатуры. Начнем с верхних частот. Здесь они комфортно яркие, с удлиненными хвостиками окончаний. Колокольчики, металлические постукивания и перезвоны, перкуссионные тарелки барабанной установки имеют шлейфы чуть продолжительнее обычного. Это красиво, это добавляет объема и музыкальности. Благодаря тому, что область 4,5 кГц здесь представлена полноценно, мы получаем живой саксофон с эффектом присутствия. Да и в принципе все духовые звучат точно и натурально. Вокал также очень разборчив и имеет высокое разрешение, он немного сдвинут вглубь, что создает дополнительное ощущение масштабности сцены. Образы исполнителей средней величины и соответствуют размерам сцены. Очень живо звучат концертные записи, музыканты проецируются довольно явственно, атмосфера площадки передается достаточно эмоционально. Средние частоты сладкоголосые. Этот широкий спектр вмещает в себя множество музыкальных инструментов, и все они подкрашены богатством тембров. Звучание насыщенное, вовлекающее. Поставив один трек, хочется его дослушивать до конца, не переключая на следующий. Акустические инструменты подзвучены естественными реверберациями. Если это имеет место быть в композиции, то наушники отыграют эти нюансы. Наушники хорошо справляются с тяжелыми треками. Все четко, с изрядной порцией сочного мясистого саунда на электрогитарах. Даже в замесах с ударными и басом. Причем в таких замесах не теряется детальность даже на верхней октаве. Нижние частоты имеют необходимую плотность и тактильность. В некоторых треках, в которых это предусмотрено, могут проявлять ураганную мощность. Бас прекрасно гармонирует с серединкой и верхами. Наушники подходят для классических произведений, потому что верхние частоты продляются на всю верхнюю октаву без раннего затухания. В джазе проявляют себя на высшем уровне. Послезвучие, обертоны, ламповая атмосфера. Идеально для этого жанра. В рок-музыке и металле наушники эмоциональны и музыкальны, с необходимой долей агрессии и жирка. В электронике от вас не скроются нюансы звучания на НЧ и ВЧ. Очень грамотно разработанная настройка драйверов создает чарующее звучание и дарит желание слушать музыку. Только что вы слышали описание звучания этих наушников. Теперь настало время поговорить неофициально. Перед вами график АЧХ. На нем вы видите, как влияют переключатели на АЧХ этих наушников. Если поднять левый переключатель вверх, вы видите, как бустится бас. Он бустится еще и на серединку так неплохо. Но! Есть один нюанс. Если апнуть бас, то он начнет поддавливать средние частоты. Баса станет излишне много. Именно поэтому я предпочитал слушать их в стоковой настройке. Если смотреть на верхние частоты, видим, как ползунок наверх, вот этот вот переключатель, задирает на верхней октаве полочку, буквально там на несколько децибел поднимает верхушечку. Но! Есть один нюанс. Все красиво, все хорошо. Но когда ты слушаешь на громкости выше средней, вот этот вот переключатель, поднятый вверх, начинает тебе быть излишне резковато назойливым. На громкости выше средней, на средней все в порядке. Но на выше средней с ним становится некомфортно. Поэтому переключаем его вниз и слушаем, кайфуем. То есть наушники именно в стоке. Когда оба переключателя по умолчанию отключены, лучше всего играют, лучше всего наушники передают более естественное и натуральное звучание. Также обратите внимание, как здесь сделана настройка. Здесь плавно-плавно-плавно перетекают средние частоты, верхние частоты. Мне это очень нравится. Это очень крутая, красивая, красивая настройка, где наушники действительно похоже звучат на АЧХ, которую вы видите на графике. Здесь нет провала никакого. Поэтому 4-5 кГц, здесь даже печок есть на 5 кГц, который дает больше вот этой вот звонкости в металлических духовых, которые дают больше резкости на электрогитарах. Очень красиво здесь. При этом он здесь не пилит уши никаким образом. Также обратите внимание, здесь дальше по верхам нет каких-то провалов на 12 кГц, которые бывают резко вниз. То есть здесь АЧХ великолепная. Просто потрясающая. И наушники приблизительно вот так и звучат. Здесь я согласен с АЧХ на картинке и с АЧХ на самих наушниках. Это очень похоже, правдоподобное звучание между картинкой и наушниками. Вообще, если их сравнивать с какими-нибудь, допустим, предыдущими моделями, помните, у меня когда-то были на обзоре Слива D41. Это были хорошие музыкальные наушники. Потом появились Слива SL41. И это уже была другая категория. Они уже на уровень, а то и там чуть-чуть выше, чем на один уровень, были интереснее, чем D41. Но они отличались от этих наушников. Чуть какой-то подзажатой, более узкой сцены. Но когда мы берем вот эти, ты понимаешь, что вот он размах, вот они ощущения. То есть до сих пор, я вам так скажу, SL41 это великолепные наушники, которые стоят в два раза дешевле этих. Или даже чуть больше, чем в два. Но все равно, в них недостаточно вот той самой объема, сцены, погружения. Здесь, конечно, это идеально. И на верхах там более примитивно, там более грубо. По сравнению с этими наушниками, если их не сравнивать, то они потрясающие, великолепные. Но если начать сравнивать, то понимаешь, что SLT6, не зря, как говорится, их разработчики хлеб едят. Потому что здесь верхушечка, просто конфетка, пальчики оближешь, какие вкусные верхние частоты здесь. Здесь потрясающе слушать любой жанр музыки. Ты слышишь все нюансы, которые там присутствуют. Да, это все еще не электростаты, конечно же. Но с пьезоэлектрическими драйверами вот эти вот наулсы на верхах запросто могут поспорить. Очень красивое звучание. Тонкости, нюансы, все детальки. Все это подчеркивается, но при этом это никак тебя не отвлекает, не режет по ушам, не перетягивает на себя внимание. Они потрясающе сбалансированы. Вот АЧХ, она действительно очень красивая с виду. И по звуку они действительно так звучат. Это одни из тех немногих редких наушников, у которых действительно потрясающая АЧХ-шечка. И соответствующая звуку. Вот это редкость. Если взять те же самые Решуэр ЕГНЛ 7М, их линия АЧХ и сам звук совпадают, плюс-минус похожи. Взять вот эти, они плюс-минус похожи. То есть немного таких моделей, где ты смотришь и думаешь, да, действительно так. То есть здесь, покупая эти наушники, вы можете в очередной раз, я скажу, можете купить и успокоиться. Наушники для всех жанров хорошо подходят. Да, в них нет какой-то предельной нейтральности абсолютно. В них нет какой-то сверхтехничной точности. Но опять же, наушники с предельной нейтральностью и сверхточностью, они лишены той самой чарующей музыкальности. Эти наушники супермузыкальные. Их просто невероятный кайф слушать. Атмосферные, просто до кончиков хвоста и ушей. Офигенные наушники дарят прекрасную детализацию на верхах. Если кто-то думает, что я скрываю за музыкальностью, называя их музыкальными, скрывая их притемненность какую-то, может быть, нифига они яркие. Как я изначально прочитал, что до прогрева я ощущал немного ярковатые ВЧ. Но спустя несколько часов наработки, звук стабилизировался на верхах. Вот я и хочу сказать, они нифига не темные. Поначалу даже излишне ярковатыми кажутся. Ну, может быть и не кажутся. Это, конечно, зависит, наверное, от того, какое у вас восприятие верхних частот. Но, тем не менее, после 10 часов они у меня прогревались на плеере, полностью в ноль высадили эти Mpotec V3, прогрелись. В общем, звук идеально сбалансирован. Эти наушники смело могу советовать как и опытным аудиофилам, так и начинающим. Хотя, вот с другой стороны, начинающим я бы советовал все-таки, наверное, с какой-то категории в 100 баксов начинать. Ну, с низов, так сказать, с каких-то там. Потому что, если сразу прыгнуть вот в эту вот категорию, ты не поймешь этого роста звуки. Ты не поймешь, а чему так восхищаются. А как ты постепенно, ступенька за ступенькой поднимаешься, 100 баксов, 120, 150, там, под 200 долларов, 250, 300, 350 баксов. Ты понимаешь, ага, вот оно что. Поэтому я и говорю, кстати, интересно, вот что. Для этих наушников не требуется топовый источник. На удивление. Вот как, например, было с SL41, они хотели хороший, дорогой, мощный источник. С дешевым источником они и так отказывались нормально играть. Этим наушникам не обязателен дорогой источник. Это, кстати, редкие наушники в том плане, что, как правило, хорошим наушникам нужен хороший источник. Этим, по большому счету, плевать. Они от Timoteca V3 очень здорово играют. Да, не на 100%, но он их довольно хорошо раскрывает. Так, будем откровенны, Timotec V3 тоже не говно какое-то. Он довольно такой, ну, бюджетно хороший плеер, скажем так. Какие-то свисточки типа K17, Artemis 39, LeShuer, те же самые, которые недавно совершенно были на обзоре, свисточки тоже могут их раскрыть. Да, не полностью, но могут. Такие плееры, как iBusso DX60, Fio M23, стационар вот Fio K9 Pro, который фигурирует в тестовом стенде, хорошо их раскрывают. Великолепно. На 100%, это да. Наушники клевые. Их можно взять, не запариваясь по поводу того, что тебе потом захочется после них чего-то еще. Потому что, когда ты слушаешь эти наушники, ты понимаешь, что большей музыкальности, ну, представить сложно себе. И не все музыкальные, офигенные наушники, которые погружают тебя в звук, не все наушники могут дать такую детализацию, как вот эти на верхах. Потому что, как обычно бывает, высоко детализированные наушники, они минимально музыкальны. Они более техничные, более нейтральные, минимально музыкальные. Чаще всего музыкальными наушниками оказываются те, у которых немножко сглажены верха, отведены подальше. И ты такой купаешься в этой музыкальности, растворяешься и кайфуешь. Здесь также только верхушечка не отдалена, верхушечка не порезана, верхушечка нигде затухания не имеет. Как вы видели на АЧХ, она прям очень хорошая. Короче, мне наушники зашли. Тут их как-то поругать, какой-то нюанс в них выискать, ну, не знаю. Все жанры играют офигенно. Возможно, в электронике, если кто-то любит всяких диджеев, типа Тиеста, диджеев, корифеев, так сказать, электронной музыки, возможно, вам чего-то не хватит. Потому что я слушал Тиеста в них, все круто, все хорошо. Низы великолепно раскрываются, вверха суперкрасивые. Но вот как-то, наверное, после джаза и рока мне электроника в них не зашла. Не знаю почему. Но у меня было такое ощущение, что просто они более эмоциональны именно в каких-то живых жанрах, где вот человек выкладывается, потный по сцене скачет. Либо джазмены дуют свои саксофоны, играют на контрабасах, на гитарах. Как солистка-вокалистка джазовая там напрягает связки, вся волосами трясет. Ну, не рок, конечно. Но я имею в виду то, что живая музыка, когда все поет, они просто в этом, вот в этом они магистры, маэстры. А в электронике как-то, ну, возможно, просто электроника мне не зашла после этих крутых жанров. А наушники хороши. Проявляет себя великолепно в любом жанре. Ну, вот после какого-то металла тяжелого. Визин Тимптейшн, новый альбом, просто на ура, массив. Мясо потрясающе. То есть, они такой саунд дают, такой драйвы тебе наряжают, заряжают. Те же самые Evanescence, и все можно у них слушать, все по кайфу. То есть, они в этом плане вообще никак не отстают от каких-то там топов, грубо говоря. Если мы там возьмем как-нибудь EM10 из Симготов, да, там Симготы все-таки поинтереснее будут. Ну, и ценник у них там баксов на 100 дороже. Но при этом разница между ними не такая колоссальная, не такая глобальная. То есть, возьмешь Симготы, ну, там будет избыток баса, ну, к нему постепенно привыкнешь. И все будет хорошо, но они подороже. Здесь прям ни к чему привыкать не надо, все хорошо, и они при этом дешевле. Ну, если говорим о какой-то составляющей ценовой категории, там, все такое. Наушники здоровские. Тут только похвалы. Никакой критики абсолютно нет. Единственное, что я заметил про кабель, да, хотелось бы чуть-чуть вот в этом месте, вот в этом вот, где он раздваивается, раздвояется, хотелось бы, конечно, его помягче здесь. Здесь он, ну, кайф. Вот здесь кайф. Вот здесь раздвоишечка помягче бы. Все. Претензий ноль. Кайф. Вот говорю, я аж мурашки от удовольствия. Да, приятно их слушать, приятно их трогать тактильно. Они, кстати, еще очень красивые. Не знаю, как вот вам телефон не может фокусироваться, давно пора его поменять на какой-нибудь Samsung Ultra какой-нибудь 23-24, чтобы нормально можно было снимать для вас тут это все, а не вот это вот, дрочь вот эту мыльную на Xiaomi Mi 9 Lite. Пора телефон поменять. Это вся информация, которую я вам хотел дать по этим наушникам. Друзья мои, ставьте лайки и чешите яйки. И, конечно же, помните, что все, абсолютно все наушники от Myer Audio это, конечно же, хорошо. Но самое главное, берегите себя и свой писюлек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok